Сначала хочу поблагодарить всех, кто принял участие в нашем опросе по поводу ребрендинга канала. Очень ценно получать от вас обратную связь, и все, что было написано, я обязательно учту в ребрендинге, который проведем уже весной. Кто еще не участвовал, заходите на вкладку «Сообщество», буду рад почитать ваше мнение. А теперь давайте перейдем к теме выпуска. Абсолютно все фоторологи и аналитики считают, что в ближайшем будущем профессия водителя просто исчезнет. Давайте разберемся, так ли близко это будущее, как работают автономные автомобили сейчас, и на что они способны на самом деле. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал. Поехали! Существует шесть уровней автономности автомобилей. Если нулевой уровень имеет максимум АБС или Парктроник, то уже с третьего идет ограниченный автопилот, способный самостоятельно действовать, но строго в рамках отдельных сценариев. Водитель может заниматься своими делами, не хватаясь за руль каждые полминуты. Четвертый же уровень – это автопилот в городах. Все, что нужно для полной автономности такому беспилотнику – это 3D-карта местности. Но если вы заедете туда, где беспилотник не сможет подобрать карту из базы, дальше он просто не поедет. И пятый уровень – совершенно автономный автомобиль, способный передвигаться в любую погоду и в любых точках планеты. Он равен опытному живому водителю. В теории звучит хорошо, но давайте узнаем, как робоавто ориентируется в реальности. Первым способом восприятия пространства беспилотником являются камеры. Получение данных обрабатывается специальным процессором, который оценивает изображение, классифицирует его и передает в мозг машины, принимающие окончательное решение об оптимальном поведении. Например, такой цикл работы у процессора Visconti 4 длится 50 миллисекунд. Время же реакции водителя составляет не менее 500 миллисекунд. За это время едущий на 80 км в час автомобиль пройдет 11 метров, и это большое расстояние в случае опасной ситуации на дороге. Но камеры пока не способны распознавать удаленные объекты и строить детализированные карты. К тому же их функциональность зависит от погоды. Компенсировать эти недостатки могут радары, излучающие радиосигналы с частотой в десятки гигагерц. Они отлично справляются с локализацией объектов, но без определения их формы и лишь в узком диапазоне. Самыми же эффективными глазами беспилотников читаются лидары. Они строят подробную 3D-карту местности на десятки метров вокруг себя, с недосягаемой для других сенсоров точностью распознавания. Но и у лидаров есть недостатки. Во-первых, они беспомощны под сильным дождем или снегом. Лазерные лучи отражаются от капель и хлопьев снега. Во-вторых, лидар должен иметь полный круговой обзор, а значит он должен быть расположен прямо на крыше автомобиля, что просто некрасиво. Представьте Tesla Model S с таким горбом на крыше. И в-третьих, лидары не просто дороги, а очень дорогие. Так как же работают реальные беспилотники? Для реализации автопилота автомобилей Tesla устанавливается система из 8 камер с разным углом и дальностью обзора, 12 ультразвуковыми датчиками по кругу и дальнобойный фронтальный радар. Ультразвуковые датчики отвечают за распознавание машин в соседних рядах и препятствия при движении на небольших скоростях. Камеры же отвечают за поиск пешеходов, автомобилей, разметки и знаков. Помогает им в этом радар. Для движения по маршруту используется GPS, а сенсоры следят, чтобы машина шла строго по полосам и избегала аварий. С одной стороны, это позволяет использовать автопилот Tesla в любых городах. С другой, для работы автопилота все равно требуется внимание водителя. В Tesla намеренно не используется лидар. Илон Маск открыто выступает против лидаров, обосновывая это их ценой и проблемной работой в плохую погоду. Трудно с ним не согласиться. Дополнительные 7-10 тысяч долларов к цене и гроб на крыше не прибавили бы Tesla привлекательности. Как бы хорошо не смотрелась связка из камер, радаров и ультразвуковых датчиков, и у них бывают сбои. Например, в 2018 году Tesla Model S в режиме автопилота врезалась в дорожный разделитель, что стало причиной гибели водителя. Как показало расследование, автопилот Tesla не смог правильно считать стершуюся разметку, а камеры и радары, в свою очередь, не увидели опасности в надвигающемся стальном барьере. Следующим хорошим примером является беспилотная система Вайма. В системах Вайма используется лидар, 5 радаров, 8 камер и GPS. А в качестве серийных коммерческих автомобилей выбраны автомобили Chrysler, Pacifica, Hybrid и Jaguar I-Pace. При движении система Вайма использует Google Street View, сверяясь с ним с помощью своих сенсоров. Благодаря этому достигается полная автономность. В отличие от Tesla, машины Вайма действительно не требуют вмешательства водителя, а просто перевозят пассажира. В отличие от Tesla, Вайма продают не автомобили, а услугу перевозки, то есть роботакси. Это панорамное видео Вайма помогает понять, как автономные автомобили распознают окружающее пространство. Главный же недостаток Вайма – крайне ограниченный список городов, где работают беспилотники. Для корректного функционирования автопилота городская среда должна быть отснята в 3D, а это долгая и сложная процедура. В свою очередь, отечественная компания Яндекс представила свой проект беспилотного автомобиля всего полтора года назад. На Toyota Prius устанавливается блок из лидара, камер, радаров, GPS, то есть типичные для автономных автомобилей компоненты. От Яндекса беспилотнику досталась программная платформа, которая хорошо себя показала как при движении по тесным московским улицам района Хамовники, так и при дальнем путешествии из Москвы в Казань. Доехавший сам до Татарстана автомобиль Яндекса там и остался, став первым беспилотным такси в России. Сейчас он работает на территории Иннополис, а с октября прошлого года аналогичное такси появилось на территории Сколково. В перспективе компания собирается вывезти беспилотное такси на улицы городов уже на коммерческой основе. И еще. В 2016 году Государственный институт НАМИ показал концепт кар беспилотной маршрутки Shuttle. Спустя два года КамАЗ-1221 Shuttle был объявлен будущим серийным проектом, запуск которого намечен на 2022 год. Мини-электробус с лидарами, камерами и ультразвуковыми датчиками пока осторожно передвигается на скорости 10 км в час, но по мере совершенствования программной платформы скорость обещает дотянуть до 110 км в час. В итоге исключение человеческого фактора позволит увеличить максимальную скорость, уменьшить ширину полос, снизить дистанцию между автомобилями за счет обмена данными между беспилотниками и взаимном предупреждении о будущих маневрах. Как следствие, значительно возрастет пропускная способность дорог, вырасти средняя скорость, уменьшиство количества заторов и, наконец-то, автомобили в России будут ездить по правилам. Но до такого будущего нам еще пока далеко. Серийные автомобили пока только готовятся перешагнуть на второй-третий уровень автономности. Мечтать о беспилотниках пятого уровня пока рано, но их время обязательно придет. Возможно, гораздо раньше, чем мы этого ожидаем. Продолжение следует...